Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и в этом выпуске «Мнение дилетанта» я предлагаю поговорить о мате. Не о шахматном мате, а о замечательном пласте русского языка. Почему-то некоторые мои зрители считают, что я против мата. Нет, на самом деле я всеми руками за. И считаю, что ругаться с помощью мата, использовать нецензурную лексику, это важно, важно уметь это делать. Это действительно один из культурных пластов наших наций, и я на самом деле за мат. Но обратите внимание, я за то, чтобы на нём ругаться, а не разговаривать. Вот об этом я, собственно, и хочу поговорить в этом выпуске «Мнение дилетанта». По-моему, в России, в Беларуси, в Украине в последнее время мат перестаёт быть нецензурной лексикой, на нём начинают люди разговаривать. А ведь запрещённые слова, табуированная лексика, они для того и возникли в языке, чтобы показывать экспрессию, чтобы показать, что то, о чём говорит человек, действительно его очень сильно волнует. Ну и предупреждаю, что в дальнейшем в видео, конечно же, будет много мата, потому что иначе просто не объяснить некоторые вещи. Вообще, конечно, моё желание поговорить о мате возникло после очередной партии в ЦИВУ, где соперники между собой действительно разговаривают на этом самом нецензурном языке. У меня в правилах группы написано о том, что нецензурная лексика не приветствуется, но, я думаю, многие изо мной замечали во время партии, что я могу рвнуться матом, в сердцах сказать «блять», «заебал». То есть это действительно, когда у человека экспрессия, и когда у человека вырываются вот эти матерные слова, или он их специально говорит, нечасто и уместно, то слушатель понимает, что в данном случае происходит что-то экстраординарное. В партиях же, в некоторых, я вижу и по чужим партиям, и вообще какая-то мода... Ну, просто, знаете, в ЦИВУ пришли такие бадлаганы, как и в любой сфере деятельности, когда она становится более-менее популярна. Туда приходят люди с низкой культурой и пытаются устанавливать свои порядки. В какой-то из партий мне из соперников говорил, что у него вот так, все его знакомые вот так разговаривают, типа, чего он тут должен себя как-то ограничивать, если он привык вот именно так разговаривать. Вот это одна из причин, почему я считаю, что мат в России как раз уничтожается, и это плохо. И вот как раз за русский мат, для того, чтобы он остался той значимой табуированной лексикой, которая действительно что-то означает в нашей речи, а не просто уменьшился до слов-синонимов, когда человек не может что-то там подобрать, а говорит, эту поебень на эту похуень положи и съебись отсюда. То есть это же все можно и по-русски сказать нормальными словами, просто человек себя не затрудняет даже подумать, как вот эта штука называется, или вот эта штука называется, и сложить нормальное предложение. Мне сразу вспоминается, нахуя нам без хуя, если с хуем до хуя. Такие вот стихотворения. Это, конечно, смешно, это все прикольно, но к нормальному человеческому общению никакого отношения не имеет, к общению между людьми, которые хотят понять друг друга, и хотят что-то донести и объяснить. В цивилизаторском сообществе, ну, в некотором смысле, есть две категории игроков в сетевых. Те, которые ищут себе компанию в игре, да, которые вот, ну, действительно, это как друзья-соперники, в том плане, что вы, конечно, против них играете, вы должны победить, но при этом вы понимаете, что если в партии, там, на шестерых, вам еще достанутся, ну, приятные собеседники, просто вменяемые люди, то вы получите вдвойне удовольствие, даже если вы проиграете эту партию. И есть другие, которые, я их так называю, соло-игроки, которые приходят в сетевую партию, и они, типа, вынуждены остальных пятерых терпеть, чтобы, ну, для того, чтобы эти пятеро составили им какое-то соперничество в игре. Но при этом они не хотят с ними общаться нормально, и не хотят каких-то разговоров. Ну, да, возможно, такой стиль игры кому-то больше нравится, и он приемлем. Но отсюда вытекает, что они не испытывают никакого уважения к своим соперникам, они, как бы, действительно вынуждены их терпеть, потому что с компьютером уже играть неинтересно, а эти пятеро хоть какую-то составляют, какой-то челлендж делают. Поэтому они позволяют себе и матом в партии разговаривать, и начинать наезжать на своих соперников. И вот отсюда у меня появилось правило для вступления в группу, что вы... не надо использовать нецензурную лексику, потому что, естественно, если что-то не получается, ругнуться... ну, это всегда возможно. Но когда люди начинают разговаривать на этом языке, это просто показатель того, что вы не уважаете собеседников, с которыми вы общаетесь. Я понимаю, ну, я просто вынужден какие банальные вещи проговаривать, потому что обязательно в комментариях придут те, кто на это обратит внимание, что с друзьями понятно, что можно общаться и совершенно другим способом, то есть и так вот матерком. То есть это люди, которые вас прекрасно знают. Вы думаете, я матом не ругаюсь среди своих друзей, знакомых и семьи. Еще как ругаюсь. И моя жена ругается матом. Мои родители мои, представьте себе. Но это уместно, это должно быть уместно. Самое важное слово в данном случае. Потому что, я еще раз повторю, мат — это табуированная, жесткая, агрессивная лексика, которая употребляется в определенных случаях. Я вот часто слышал такое мнение, что вот, мол, в английском языке всего лишь одно слово «факт», там нецензурное, и они никак... То есть такой бедный язык, что всего одно нецензурное слово. В некотором смысле это так, но он по-другому выражает жесткость. Ну, там, для примера просто... Я могу сказать, вот, если по-русски звучит, ты должен сходить за хлебом, да? В английском есть несколько конструкций, который составляет «ты должен». «You must», например, и «you should». Так вот, «you must» — это, вот, считайте, тот эквивалент такого жесткого, грубого, даже невежливого обращения. Если я кому-то... Если я скажу человеку «you must go to shop», там, и купить хлеба, это уже невежливо будет. «You should». То есть вот это вежливо. То есть есть эквиваленты в других языках. В нашем случае это более матерное выражение. Типа, когда мне говорят «иди сходи за хлебом», я могу сказать «нет, я не могу», да? А я могу или могу ответить «ди нахуй». То есть я думаю, собеседнику сразу будет понятно, насколько его просьба меня задела и как я вообще вертел его какие-то пожелания. Но когда я буду всем говорить «иди нахуй» на любую просьбу и это будет моим обычным ответом, то это перестанет восприниматься как какой-то негатив. Ну и я буду среди людей вот так общаться. Это будет восприниматься как «моя обычная, это я не хочу». Так в чем же тогда отличие мата от обычного языка будет? То есть я стараюсь донести свою мысль, что важно за нецензурными матерными словами оставить вот это их важное значение, что это действительно табуированная агрессивная лексика, чтобы показать, как человек относится к тому или другому, к тому или иному событию, к той или иной просьбе и так далее. Я понимаю, почему вот в последнее время на ютюбе многие популярные блогеры стали больше материться и вообще в некотором смысле в этом виновата российское правительство, которое зачем-то ввело запрет на нецензурную брань. Вот это вот. Я вообще считаю, что любые запреты – это бред, запрещать мат в каких-либо местах – это тоже бредово. И сейчас я проведу параллель, почему я при этом запрещаю себя в группе. Естественно, у меня всегда найдется вот это, типа, ты лицемер, ты у себя запрещаешь, а говоришь, что не надо запрещать. Просто потому, что многое… Ну, молодежь вообще, она сама по себе, в принципе, нигилисты и отрицатели любых запретов. То есть, как только говорят «этого нельзя», сразу дофига вокруг людей начинает ругаться мадам. И вообще, более вот младшее поколение, по моему мнению, нынешние 20-летние, они более свободны, чем мы с вами. И для них, наверное, для них общение матом – это в некотором роде показатель свободы. И я думаю, если вот эти дебильные запреты убрать, то и меньше людей начнет, особенно молодежи, вот так вот конкретно использовать нецензурную лексику. Я же говорю про общение вот между уже взрослыми людьми скорее. То есть, когда мат заменяет нормальные слова, потому что у человека в голове уже это как синонимы стало. В плане же, опять же, запрета в моей группе, я повторюсь, ругнуться матом – ничего вам за это не будет. Когда вы начинаете вот так с негативом общаться с другими людьми и действительно заменять общение матом, тогда происходит бан и выгон из группы. Мне пришлось это написать просто потому, что люди не понимают элементарных норм общения. Тем более, что партия в целу – это когда собираются чаще всего несколько незнакомых людей между собой. Я еще раз повторю, ну, когда друзья, друзьяшки между собой играют, у них свой стиль общения, кто это такой, чтобы влазить в их разговор. Но комьюнити – это много совершенно незнакомых между собой людей. И когда кто-то из них начинает считать себя вправе оскорблять других, начинаются проблемы, потому что достаточно одной такой редиски для того, чтобы все сообщество начало считать, особенно новички, что здесь вот принят такой стиль общения. Ну и понятно, что оскорбление, что сказать «ты дурак», что сказать, что «ты долбоеб» – это абсолютно одинаково в моем представлении. Хотя, конечно, «ты долбоеб» – это более экспрессивное высказывание. Или, например, вот сейчас ко мне в группу хочет вступить человек, у него ник «Паша Ебашу». Я ему на это указываю, он спрашивает, а какая может быть проблема с ником? Вообще, очень много. Или вот в Норсгард со мной в недавней партии хотел сыграть человек с ником «Котобъебот», например, да. «Котобъебот», «Паша Ебашу». Я понимаю, что всем хочется там прикольнее ники придумать, но и чтобы, знаете, это еще в тупик соперников ставило. Но как, с другой стороны, вы реально думаете, что с вами много желающих будет сыграть, если у вас будет матерный ник? Есть много других. Это, знаете, это показатель на самом деле фантазии человека и по-хорошему его какого-то интеллекта. И уже сразу на это смотришь, и, может быть, так вот отсеивать можно своих соперников. Зачем мы с ним сыграть? Самый прикольный, ну, ладно, не буду говорить, что самый прикольный, один из прикольных ников, с которым я играл, и который как бы тебя, над тобой прикалывается, это был человек с ником «Мой господин». То есть, чтобы к нему обратиться, надо было там «Мой господин, дай мне, пожалуйста, жемчуг», да, или «Мой господин, можем мы мир заключить?» Ну, это же прикольно, да, в течение... Ну, то есть, это и не матерный ник, он тебя никак не оскорбляет, но при этом это действительно человек с фантазией и прикольнулся так. Паше ебашу и кот объебот – это уровень вот младших классов, когда дети впервые узнают, что есть матерные слова, и им прикольно их всячески изменять и всячески смущать взрослых своим умением ими пользоваться. Вот это тот самый случай. При этом я бы хотел выступить против лицемерия, которые часто сопровождают матерные слова. Особенно меня прикалывает, когда где-нибудь в интернете пишут матерное слово и заменяют, кроме первой и последней буквы, там какие-нибудь символы вставляют, типа, там, вместо «пизда» – «п», «я» и там внутри звездочки. Да, Господи, напиши ты это слово, и так понятно. То есть, как оно перестает быть матерным, если ты это слово написал? С этими, со снежинками. То есть, всем понятно, что это за слово. Или когда действительно человек, там, ерш твою медь. Ну, всем понятно, что, еб твою мать, ты хочешь сказать. Зачем вот это? Есть интересные конструкции. Хотя, опять же, мне сразу вспоминается матерное – это ебать, копать. Это, я всегда это прикалывал, это в институте, когда я учился. Это, один из сокурсников так любил, ругнуться. То есть, я именно за то, что если ты хочешь ругаться матом, надо ругаться матом. Не надо вот это лицемерно прикрывать эти слова, потому что всем и так сразу понятно, что это за слово и что оно обозначает. И никакой цензуры не должно быть. Вы можете сказать, там, все телевидение заполонит матерными словами. Да не заполонит оно ничем. Либо все будут разговаривать матом, и мат перестанет быть матом. Уйдет просто. Это не будет считаться нецензурной лексикой. А если оно будет считаться нецензурной лексикой, то любые программы с матом, с подобной нецензурной бранью, они большинством людей не будут смотреться. Их будут смотреть, вот, всякие маргиналы и противники нынешнего положения, такие анархисты, только чтобы показать, что мы против общества, которое нам запрещает матом говорить. И, конечно, мат должен идти из культуры. То есть, на сценах театров должны быть матерные постановки, кино. То есть, сколько фильмов на самом деле бы выигрались, там был мат. Мне сразу Брат, например, Балабанова вспоминается, Брат 2, где никто вообще, по-моему, не ругается, хотя это настолько напрашивается. Или Бумер тот же. Серьезно, бандиты вот такие вежливые разговаривают. И, на самом деле, это чувствуется людьми не по-настоящему происходит, не тот язык, который используется в общении. Это тоже проблема. То есть, если бы с культурных площадок было бы больше мата, на самом деле, то у нас бы в общении его было бы меньше. Просто потому что культура всегда четко обозначает, что хорошо, что плохо. То есть, когда ты смотришь спектакль, и мат используется вот именно в такие моменты, где он уместен, то ты и в жизни начинаешь понимать, где он уместен и как его используют. И в книгах то же самое. Мне, наверное, из российских писателей единственный, кто прям хорошо с матом работает, это, наверное, Сороки. Все остальные все равно вежливые до безобразия. Давайте еще с несколько другой стороны взглянем. Что вообще означают матерные слова? Вот их конкретный смысл. Это все описание полового акта в грубой форме. То есть, хуй, пизда, ебать. Считайте такое насильственное описание полового акта. И когда на этом языке начинают разговаривать, вы же понимаете, вы, конечно, можете говорить, что я не представляю себе при этом половой акт, когда это говорю, но по-хорошему все понимают и как минимум слегка себе мимолетно представляют, когда вот ругаются матом, что происходит. Поэтому, когда вы начинаете синонимично заменять слова вот этими агрессивными матерными словами, вы получаете вот эту микроагрессию на каждом уровне. Что, конечно, по-моему, не очень хорошо сказывается на общем фоне общения, на общем фоне беседы, такая вот микроагрессия. При этом нецензурная брань – это язык разрядки. Это когда, не знаю, вас кто-нибудь подрезал на машине, и вы выругались в ответ на это, вместо того, чтобы выйти и пойти ему бить морду, да? Это когда вы ударили себя по пальцу и выругались. Это тоже выход боли через слова во многом. Но если вы постоянно будете говорить матом, то у вас никакого выхода боли и снятия стресса от ситуации подобных не будет. Интересно еще вот обратиться к истории вообще мата на Руси. Я знаю, ходило по интернету какой-то такой рассказ, что это все от татаро-монгольского ига, например, хуи от слова хуай произошел, но филологи современные, историки с этим не согласны. Это все старославянские слова. Например, ебти, ну ебаться, ебти – это видоизмененное слово бить. Хуи – это видоизмененное слово, которое относилось к слову хвоя, то есть что-то колкое такое, колючее. Пизда, то есть смягкий такой эс – это мучоиспускательный орган. Ну, гениталии во всех языках всегда были в основном ругательными словами. И в славянском язычестве эти слова использовались во многих обрядах, то бишь это религиозными символами было, связанные со свадьбами, с сельскохозяйственными работами, в общем, с плодородием. Ну, потому что, видимо, гениталии, плодородие – это как-то между собой связано. Ну, а так как это религиозное, то постепенно на эти слова накладывалось табу в использовании. Потом пришло христианство и то, что было запрещено как религия прошлого времени. Ну, это, кстати, от себя додумываю, это неофициальная такая версия, это моя версия. Постепенно оно стало табуированной лексикой такой запрещенной. Особенно, кстати, православная церковь очень серьезно против мата выступает. И вот мы имеем то, что имеем. Считайте, изначально у славян мат – это были религиозные слова, которые просили у богов лучшего плодородия. Как видите на этом примере, серьезные ученые изучают мат. Я вам более скажу, до революции, по-моему, словарь Даля включал в себя все матерные слова. И я считаю абсолютно неправильно, что в современном издании в словарях мата нет. То есть, как будто, знаете, эти слова типа не существуют в русском языке, а они есть. И их надо ставить наравне со всеми другими словами, также их объяснять. Я радую только за то, чтобы у мата оставалась вот эта функция нецензурной брани, потому что она нужна человеку. Эта функция является психологическим и даже лечебным свойством. Были исследования, где люди испытывали какую-то боль. Одна группа могла при этом нецензурно ругаться, другая должна была говорить нейтральные слова. И те, которые нецензурно ругались, они легче переносили боль. При этом, конечно, я соглашусь, что с запретами надо что-то делать, потому что... Ну, это даже можно на примере обычных самых слов русского языка сказать. Вот эти языковые суеверия. Например, вот был человек, мне недавно сказал, не говори, садись, говорите, присаживайтесь. Ну, это понятно, что это зэковская какая-то фигня, потому что сесть ты можешь в тюрьму, да, так не говори, присаживайтесь. Он еще, типа, нельзя говорить последнее, надо говорить крайнее. Ну, это... То есть, это вообще не имеет ничего общего с нормальным общением. Это просто... Это действительно суеверие. Это из-за разряда того, что когда вернулся, надо посмотреть в зеркало, если соль рассыпал, то будут проблемы. То же самое. Нет, я говорю о том, что мат – это определенный пласт языка. То же самое, не знаю, как если бы местоимение потеряли бы свои функции, и я бы не мог сказать «он», «я», «ты». Так и здесь, если мат, эта нецензурная брань, растворится в обычных словах и станет нашей обычной речью, мне кажется, русский язык многое... Ну, и белорусский, и украинский, и польский, там, Курва, например, та же, потеряет много для своего многообразия. В общем, как всегда, наговорил многое, хочу уже подвести итог. По моему мнению, мат – нецензурная лексика – это огромный пласт русской культуры, который надо беречь. Когда человек вместо того, чтобы ударить своего оппонента, просто его обматерит, это будет намного, намного лучше. Тем не менее, в общении незнакомых людей использовать мат и уж тем более говорить на нем – это, по-моему, очень и очень плохо. На этом все. Вы видели и слышали Алексея Халецкого. Не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться вашим мнением в комментариях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok